так ребята всем привет всем привет так что-то я не вижу правда да то вроде идет русско конечно ал называется вы наверное любите меня не за прическу так надеюсь так тут что-то много спонсоров стало Игорь Черняев, Михаил Би, Герман Арестов, Александр Каратаев и Вячеслав Эл большое спасибо за поддержку и за то что стали спонсорами канала так Вадим Бан здорово в чатике я так понимаю что все равно немногие знают что тут кто за Age of Decadence такой был да ну начнем с того что это игра от создателей Age of Decadence одной из лучших ролевых игр по-моему потому что там реально ты отыгрываешь роль то есть играя ну отыгрывая разные роли ты просто разные куски игры видишь в принципе в этом заключалась ее многослойность что ли ты не мог полностью понять весь мир и полностью в него сыграть и разобраться разобраться не сыграв за разные классы даже вот на расческах вообще на многом ну и вот то есть это вот от создателей как раз Age of Decadence ну проблема сейчас у нас будет в том что тут только английский язык пока что есть некоторая проблема ну и я тут конечно расписываю во первых посмотрите обзор Age of Decadence дайте я сейчас секундочку на него кинуть глянули Age of Decadence просто устаревшая уже она и вышла была такая визуально устаревшая конечно и для многих мне кажется сейчас она не настолько прикольный будет как я это расписываю но в плане геймплея и механика она конечно была офигенная там тоже кстати не было русского перевода но там энтузиасты сделали перевод и он спокойно ставится и нормально с ним играется ладно давайте поехали а ну и кстати мне еще почему я еще вот эту игру очень ждал у нее собственно кто читал у Роберта Хайнлайна пасынки вселенной поднимите руки в чатике то есть вот это вот собственно те самые пасынки вселенной то есть колониальный корабль так долго летит что там уже миллионы ну не миллионы но много поколений сменилось и они теперь как будто считают что весь этот корабль это мир собственно который и есть знаете там типа за кораблем ничего нету знаете вот это вот такое так что вот пасынки вселенной считайте артем только пару дней назад открыл бы себя рим ворлд нужно как-то пострелить рим ворлд так ну давайте какой же лазарус я буду алексис давайте алексис так какие у нас тут есть а ну они все слишком брутальные я конечно не такой даже не как даже нету такого чума который можно выбрать под меня к сожалению не знаю давайте вот этого алексис так сорокезом легкая небритость у которого тоже хотя хотя бы это у меня есть синяя есть цвет да пофиг татухи нет без потух давайте без шрамов перчатки блин господи еще и перчатки давайте полностью так статы ну я всегда проверяю ролевую игру через интеллиженс и харизма у меня интереснее если вот они через эту смогли сделать интересную игру то боевку я думаю но тем более тут боевка будет пошаговая то так у меня 16 вообще какой максимальный тут может быть максимальный десяточка поэтому насчет mastermind экстра как начинаем со второго уровня потом я так вашу дополнительный перк какой-то каждые три уровня и на пятьдесят процентов быстрее скиллы про прокачиваются так а а гифта за счет чего то есть вот это я прокачал это вот и изначально есть да вот кстати и вы еще можно будет поставить а вот как она вот это я сейчас это я сейчас смогу выбрать понял так ну еще четыре perception intelligence количество скиллов скорость обучения и взаимоотношения которые требуют глубокого понимания так харизма количество количество участников команды то есть это будет групповая все-таки у нас групповушка групповая ролевая игра так ловкость телосложение и сила вот силу я точно не люблю грубо если вообще не мог нельзя уменьшить да о экшен поэнтс мне кажется стоит экстерити перцепшим еще увеличивать планение и количество так вот это оставили конскрита вообще низкий стелс тоже вообще никакой осмотрю никак не влияет по ходу ладно так что из скиллов возьмем понятно что рукопашные нам без нормальной силы бессмысленно брать поэтому видимо пистолеты если стреляющие что-то вот что из этого но я бы средняя брал то есть винтовку я подожди винтовка это издалека стреляет а что вот средняя точностью здесь 60 не могу я по одной бросить не уменьшается и уменьшается это минимальная четверка я раньше стримил гвинт мне просто сейчас в гвинте очень не нравится оформление не знает для меня это важно пусть раньше гвинт был как будто ты играешь в таверне с кем-то а сейчас это как будто блин поля боя он какой-то ну блин все таки атмосфера в некоторых смысле важная они это поменяли и мне это не могу поэтому и не тянет туда за эти это одноручное оружие шотган как и пистолеты и может взять пистолеты чтобы можно было с двух рук стрелять короче чатик проголосуйте пистолеты дробовики винтовки или автоматы ну сам ну это такие знаете такие автоматы крупные знаете не могу пока вы его по подумаю что подруги я конечно могу между 4 как бы в общем-то очка я могу 4 выбрать но и кажется надо каком-то одном сосредоточиться остальное вот сюда вкинуть вызвать не стрела ночью ну давайте пистолеты а тут даже смотрите тут выбираешь во первых тот скилл который в два раза быстрее учиться во вторых еще и вкинуть него можно вот так давайте так сделаем потом явно из общения что-то надо так что прям три разных persuasion искусство да убеждение искусство объяснять другим людям свою точку зрения включая потенциальные бонусы от более долгой жизни не драться ну давайте убеждение возьмем ритвайз это мудрость улиц да это только начало артем здорово игр черняев здорово собственно поиграть в дема купить игру и поиграть в дем с дима так так я хочу какой-то еще из говорения взять одну если не взять а чтобы в двойное ускорят и одну я возьму из науки какую-то вот так поэтому значит разные ситуации требуют разных лиц будьте тем той персоной которую вы должны быть чтобы получить то что вам надо streetwise это вы узнаете скрытые желания других людей их слабости и манипулируйте ими и манипулируйте и врагами и друзьями здорово line elving это от создателей эйджи в декаденс ну не знаю давайте 1 streetwise возьмем и собственно их и качну на второй уровень так а в науке у нас биотех компьютеры и электроника странно что компьютер и электроника это разные вещи но биотех это явно какие-то докторы импланты видите так и написано увеличенный шанс выжить и улучшенное качество жизни не особо интересно я бы вот лучше или компьютеры хотя с другой стороны мне кажется это компьютер это стоило вот по стелсу себе я проходил до так короче вот это на починку всего что у тебя есть компьютеры на доступ к компьютерам и всяким системам обнаружения и биотех это на лечение ну давайте проголосуйте опять чатик биотех компьютеры и электроникам я последний скилл остался собственно прокачать похоже конечно на fallout этот система перков ну то есть на эту на groups этом у них пользовалась биотехнология просто круто звучать ну давайте возьмем биотех так ну и осталось в общем-то терки как раз а в которых fits бываются ифт это просто два стат поинта сюда да нет два стата сюда и три скиллпоинта сюда так лидер культовый группа получает на 20 процентов больше экспы и последователи получают что-то плюс 1 на челдер и мы без понятия что гений дополнительный перк каждые три уровня а видимо помня fallout тут каждый перк каждые четыре уровня начинаем сразу со второго уровня и те скиллы на 50 процентов быстрее добираются я так понимаю так это дает 4 очка перемещения в бою не за это в зависимости от перемещения так понимаю а это петер очка action point а первый ход вот тут на группу что-то одиноким может одинокий волк взять эти пони не группа играть да странно такая харизму было бы прокачивать да ну то есть тут можно идти взять перк подыграть одному они в группе блин херят вот этих ярков ну наверно гений надо брать игра на пять часов ну не знаю видимо даму так суши но я же и через интеллект играю бега с надо либо выбирать либо лидера либо гения так ну что я не уверен что тут ну как правильно он пишут что тут игры на пять часов собственно я бы я бы с 2 прощает возьму я хочется 2 явно мы еще не соберем прям такую группу тут так вид 2954 год ты никогда не чувствовал теплоты солнца под синим небом никогда не слышал как ветер колышет деревья никогда не плавал в океане потому что ты тебе не повезло родиться на корабле никогда не видел землю это никогда не видел также и проксиму центавра твое прошлое будущее было принесено в ше в жертву неизвестными предками на пути к великой миссии арфарер ну путешественник по звездам они тебя звали нет ее звали красивое имя она уже была двадцать лет на службе когда прекрасен понятие никто на корабле на самом деле не достиг твоего назначения и никто больше об этом не беспокоился никто даже не жил для того чтобы это увидеть патализм и превалирующая философия на превалирующая философия среди рожденных на корабле на тебе надо ответить на несколько вопросов чтобы выбрать о блин так корабль был отправлен неохристианским конглобиратом и предназначен для основания религиозной колонии в дальних мирах оригинальные 50 тысяч пассажиров так называемое первое поколение были реальными реальными теми кто реально верил в свою миссию они пожертвовали теми жизнями которые они вели на земле и строго требовали следованию закона законов божьих своих детей к сожалению последующие поколения не готовы были ничем жертвовать это привело к открытой революции против ну глав авторитис ну вообще против правительства считайте корабля и это постепенно преобразовалось в гражданскую войну я так понимаю что революционеры их звали мутанты мьютени когда наконец пожар был потушен и увлекся дым три фракции появились на руинах старого порядка защитники миссии братство свободы и церковь электа так ну значит вот то что я выберу это видим какой то фракции меня отнесли значит восстание против глав корабля была ошибкой окружающие само по себе уже враждебно для человеческой жизни и порядок всегда лучше хаоса так мутанты сделали правильную вещь почему корабли рожденные должны слепо идти по заветам предков и не отвергая но и не принимая это все корабли рожденные относятся к божественной воле и все что происходит происходит согласно его плану ну и кто бы тут беспокоит имея сейчас достаточно проблем чтобы не драться за историю с группой фанатиков так понятно это этот за порядок видимо этот за хаос это что-то среднее а это пофигизм да сколько еще в чатике напишут про пасынки вселенной хайнлайна ну первый был пасынки вселенной конкретно вообще да я несколько читал на самом деле так кажется смысл ну да хорошо давайте я уберу камеру конечно но мне все равно придется переводить нет это не текстовая стратегия сейчас мы выбираем предысторию ну не знаю хорошо давайте проголосуйте за кого мне защитники братство церковь или пошли они все в жопу я сам по себе или пофигизм вот игорь хорошо написал значит защитники братство церковь пофигизм камеры веселее и а и и и и и г так ну большинство очевидно за пофигизм сейчас я камеру подвинул давайте пока сюда, пока на самом деле еще не понятно какой тут будет интерфейс это ну и the father away they all stay from you я честно говоря потрудняюсь с нормальным переводом слова понятные сложить нормальное предложение революции никогда не кончают с тиранией хотя это фразеологизм здесь на самом деле они всего лишь отдают время власти другому мы можем отрезать hydra голову но на ее месте вырастет еще три и сейчас мы сделаем это правильно а чем дальше им дальше отец от меня тем лучше можно такие вот знаете есть проблемы в ролевых играх например ну в данном случае мне все понятно что вот это я так не считаю что приходят другие цираны всегда эволюция это вынужденная мера когда уже совсем чувак ну или кто там это верхушка потеряла всякие края и уже люди просто не могут по-другому что-то менять я выберу тогда первое не знаю я не очень понимаю что это вообще имеется в виду в данном случае вообще может имеется в виду чем дальше от меня все эти проблемы с революциями тем лучше так корабль пострадал от повреждений во время гражданской войны но тем не менее остался на плаву на полете лучше скажем обшивка была пробита в нескольких местах и что-то там поплавило главный реактор радиация увеличилась в некоторых местах радиация увеличилась до смертельного уровня а нескольких нескольких палуб осталось опасными и по сегодняшний день когда небольшой процент детей в убежищах начали рождаться изуродованными они были названы мутантами и как понимаю хант уничтожены? нет молодые были заброшены и те у кого дефекты поначалу не были видны когда реактор начал деградировать до опасного уровня количество волонтеров готовых на работу в зонах с опасным уровнем радиации уменьшилось и мутанты предложили пакт с правлением которое гарантирует защиту от харассмента и насилие в обмен на то что они будут заниматься теперь механизмами и другими важными системами корабля так термин надо выбрать в общем то что я по этому поводу думаю мутанты мы должны уничтожить мутантов мутанты показали себя полезными потому чтобы заботиться о реакторе кто еще лучше лучше них справиться с радиацией мы все дети бога даже те кто у кого деформированные лица спасение корабля они спасли тот мир который мы знаем и этот долг никогда не будет выплачен ну в общем существование мутантов просто сам критически важная необходимость в нашем мире астракизм людей которые базируются на генетических различиях неправилен надеюсь наши потомки будут жить в гармонии давайте вот это пятое будет музыка да ничего такая даже даже знаете не обращаешься на нее внимания чтобы смотрите это начало игры килотон это мы просто выбираем наше как бы нам нам что-то добавят из-за этого место которое ты зовешь домом называется яма давайте так или свободный город тут нету какого-либо подобия закона или правительства свобода тут означает что ты волен убивать кого угодно и кто угодно может убить тебя с другой стороны дома дешевые и как я могу вообще стоить мне кажется можно зайти убить хозяина и все тогда получается как я вообще кому-то деньги платишь настоящий город метрополис располагается на нескольких палубах и зовется капитан наверное убежище можно привести да он предлагает намного более лучшие условия для жизни для тех кто это может позволить но живя там тебе придется выбрать фракцию которые следовать ага эти нас в запит отправили потому что мы не выбрали фракцию получается на из просто держит короче как и на земле до этого ничто в мире не бесплатно просто держи в голове то ты всегда можешь получить больше так о чем о чем я беспокоюсь настоящая свобода означает быть свободным от законов это точно не не моя идеология какое-то количество законов необходимо иначе мы скатимся в анархию если свобода означает жить в межзвездном контейнере и спать с пушкой под твоей подушкой то эти жители ямы могут оставить ее себе вот так и персональная свобода персональная свобода как и нет персональная свобода это ценность который корабли рожденные не могут достичь а служить стране это означает служить своему брату служить сестре служить самому себе мы люди не могут этого понять да уже час этот текста дальше тема закончится да это будет смешно не ну понятно что я просто приходится вам переводить понимаете это все долгое время и так бы я побыстрее не пробежал ну точно не первое может второе выбрать то есть меня тоже не устраивает типа держать пушку под подушкой только для того чтобы просто свободен ну а я выберу второе все таки так корабль движется по пути к проксиме b это землеподобная планета которая крутится вокруг проксимы центавры после запуска пробы глубокого космоса показывали высокую высокодетали высокодетализированные картинки поверхности это очень ну ну короче очень хорошая планета путешествие уже длится около четырехсот лет и похоже когда колонисты прибудут они создадут цивилизацию что-то на уровне поздних средних веков в этом случае так рабовладельческий строй как я понимаю мы попытаемся максимально уменьшить дикость а тут имеется ввиду что он уже на планете уже есть эти какие-то аборигены местные аборигены которые на уровне на уровне поздних средних веков то есть когда мы прибудем что мы с ними сделаем мы сделаем их рабами либо ну считайте в эти в эти в резервации их все сгоним так попробуем подружиться с ними в гармонии и научимся от них многому и мы будем гостями в новом мире живя среди местной цивилизации и принимая их культуру но я за третье несомненно я за третье а блин а сколько еще а сколько еще так а может про церковь вот они нас просто перебьют цивилизация на поздних средних веках веках против космической цивилизации как они перебьют классная игра пожалуй куда офигительная прям вот этот выбор из без каких предложений прям ух никогда такого еще не было как они додумались до такого ну так некоторые люди ну из-за того что там такая херня происходила с просом некоторые люди обратились к богу за ну за ощущением стабильности и надежды значит церковь электа как бы это ни значило отрицает и защитников и братства потому что они раздираемы внутри политикой и собственными эго учат своих последователей что церковь была выбрана богом а это путешествие корабля это вековой тест на веру когда корабль прибудет к своему месту назначению судный день ожидает каждого гражданина праведники будут ну привет будут приветствоваться на земле обетованной проксиме би а остальные вернутся в ад видимо на корабль чтобы продать вечность я поэтому думаю религию опиум для народа неважно существует ли бог люди нуждаются в том чтобы верить во что-то больше чем они сами вера всегда была величайшей силой человечества и мы должны сохранить ее любой ценой вот это видимо какая-то цитата из библии библии честь ну честь моя моя лишь честь короче я выберу неважно существует ли бог людям всегда надо во что-то верить больше чем они сами я немного пропустил да ты уже практически всю игру запустил я вот тут уже заканчиваю так сейчас мы где мы по каждой этой будем тракции проходить так защитники считают что есть одна правда это миссия цель и наша задача успешно закончить миссию а нет чтобы закончить успешно миссию нам надо следовать старыми путями путями отцов дедов отцов основателей и так далее мутанты были важны ну они предатели старых путей и вот защитники прямая такая против мутантов они так защитники готовы уничтожать любого кто кто усомнился или предал миссию на последний век идет к насилию вместо того чтобы смотреть со страхом в будущее защитники застряли в прошлом они проблема не решения так защитники должны быть более flexible все не хотят себе больше людей привлечь защитники правы об одной одной вещи миссия более важна чем наши жалкие столкновения если она закончится неудачей все жертвы будут напрасны как мы родились и выросли на старой земле отцы основатели были умнее чем корабли рожденные поэтому как мы можем думать что они что-то сделали неправильно оставаясь на пути мы должны быть защитниками я наверно отвечу что миссия более важно чем наши глупые столкновения что реальность и мы пребудем на плане там уже каждый может занять только мы тут ограничены кораблем гибкие точные гибкие и наконец братство было создано чтобы освободить людей от атаков правительства корабля но так до конца не достигла своей цели но с другой стороны братство успешно создало само себя как значительную силу и новый порядок сожалению попытки братства привело ну эти битвы братства привело к неожиданным результатам не только люди не хотели сотрудничать прекрасной миссии но и даже сопротивлялись и даже иногда выбирали защитников и церковь превыше своих собственных интересов так чтобы выжить мы должны сотрудничать мы кто берется с монстрами должны иногда оглядываться на самих себя и не превратились ли мы в монстров так братство прекратила тиранию правительство корабля дала нам выбор как жить наши собственные жизни и они не должны забирать этот выбор от нас снова лучший раб это тот который думает что он свободен они будут позже благодарить братство за то что он освободил их ну давайте второе выберем о ребята не поверите begin the adventure вау это что-то грузится все уже забыли куда и зачем летят ты открываешь свои глаза в серой металлической ячейки на панели которые мигают желтый который означает дневную смену и переспал это неважно со вздохом ты откатываешься с матраса и открываешь окно немного свежего воздуха как и все здесь вокруг свежесть относительное понятие корабль имеет делает лучшее чтобы переработать воздух и воду но ну ну короче не так хорошо получается ты чувствуешь вкус в воздухе металла и сжженого масла смотришь наверх четыре из шести прожекторы прожекторов корабля еще работают освещая башню из контейнеров названием cargo hold 3 лучше знакомые как яма или свободный город и 2 но вы 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 Субтитры создавал DimaTorzok О, Edem Upasufian Alimoglu стал спонсором. Да, визуальный прогресс декаданса приличный. Ну, возьму, наверное, нож все-таки. Наконец-то, господи, так. Значит, у меня изначальный пистик, конечно, так себе, и ножик. Мои решения вообще как-то на что-то повлияли, какие-то характеристики. Потому что есть Алешка у тебя. Я не понимаю, где мой второй уровень. Я же вроде взял перк. Вот, Mastermind. А, нет, второй уровень все. Каждый перк, каждый три уровень, начиная со второго блока. Ладно, понял. Ой. Только не видите, что игра вылетела. Ранний доступ. Я надеюсь, она сохранилась и не надо будет это все заново. Нет. Смотрите, save load. Нет. Так. Можете пока себе кофе, чай сделать, а быстро... Ну, это, конечно, трындец, ребята. Я просто не буду какие-то волоса поставлю тут. Так. Охренеть. Эль. Так. Биотех. Ну, нет, просто биотех. Эль. Биотех. Эль. Что-то нам сделать. Я не мог это пропустить по-хорошему. Пиарс? Да, ну сейчас быстро прошло Так, game saved Уф We done it Так, we did it Ну что, тут нечего полазить нигде, да? А, это я могу открою А крутится вообще? А, это дверь у меня О, я живу в контейнере Кайф Так, ну только, конечно, с хождением тут проблемы Потому что он скорее выглядит, как будто он скользит по полу, да? Он бегает Давайте карту глянем О, красивая карта Ну, прикольно Так, там виски-джек Проверь себя Спасибо за спонсорство Спасибо за поддержку Мейн-стрит, а это общая карта Ну, тут как бы все равно не особо Вот это наш дом А, это могут сразу перемещаться Нажимая Давайте пока походим, посмотрим, что Сосед О, я локпик прокачал Прикол До второго уровня аж Чего-то поговорил с чувачком То есть по лестницам я вот по таким не могу спускаться Зря Зря, зря, зря Я в двери могу заходить? Двери, видимо, закрыты О, а вот и Надо применить локпик И Все нашли Нифига себе Что-то как-то начало Крутое А можно, интересно, два оружия держать в ручках? Так, вообще нам зарядить эту хигню надо Так, сколько у нас патронов? 30 В принципе Норм Так, еще у нас тут какие-то Котики А чем они лучше, чем Те, которые у меня сейчас Пресс-альт для сравнения Да, они, несомненно, улучшены Одну защиту Прикольно, уже приятненько, да? Уже что-то нашли Так, ну Камера не крутится К сожалению Вроде все выглядит трехмерным Дверь закрыть А тут язык Думаешь, что-то А, видишь, она закрыла Подожди Дверь заблокирована Это еще чему-то меня обучит Точно такой же Пио-перерабатыватель Мертвых тел Посмотрим Ладно, давайте О, надо заплатить за то, чтобы пройти Ты твой Ты твой с второго уровня По-твоему выгляжу легкой добычей Ты, мой мудак Точно Точно Короче, никто не напал Моя уличная мудрость помогла мне избежать драки Полазить Ничего тут не подсвечивает А, вон Тап Подсвечивает Окей Титер Погреватель Погреватель Там можно Подторговать Жрачкой Я так понимаю Все, пока мне нечем Собственно, зря зашел Рано Ну, пошли А с кем там встретиться надо? Писки Джарланд Это у нас Писки Джек Блин, а вот Че на карте не показывают, где мы Вообще Я так понимаю, что мы сейчас где-то вот тут Дайте С броней Не будем красть пока Потики у меня уже лучше Но вот только если У меня пока А, это, в принципе, у меня Блин А сколько бы прикупить? По 20 А у меня денег сколько? Ладно, пока не будем еще покупать Просто посмотрите, как оно выглядит Вот Таннерская Потрынидеть Так, у меня для тебя работа, Джеремая У нас Джеремая зовут Подожди, у меня же Алекс А, я сейчас, когда начинал, забыл выбрать имя Блин, конечно, я Джеремая теперь Да ладно Так Так На второй Пойти что-то залутать на втором Второй палубе Я уже не засчитываю Потому что это просто замедляет Надо уже посмотреть, как тут игра идет Возьмем квест первый И, собственно, отправиться в оружейную на палубе А2 И поговорить с Эвансом Можно его рекрутировать Но нам надо рекрутировать У нас мы поодиночке не очень такие Так, он возле Чего? Apes Store А где оно? Ага, вон наверху Окей Как он может поговорить? Может тоже какой-то пэс даст? Пэдидайя Волкер Эд Берем, то получим 250 Кэмптауна Или еще другая карта будет? А, вон камптаун Так, ладно Трансмиссия Трансформер Просто осматриваем Как выглядит Ладно, пошли по квесту пока еще Не хочу карту прям так рассматривать Потом позже поговорю С этими ребятами Так, магазин с гаджетами Гранаты, короче Какие-то поля Ладно, понятно Гаджет Ясно, понятно А это оружие Тоже пока не надо Я думаю Так, блин Кого мы тут должны Кем мы должны поговорить? Эвансон Или вы знаете Это тоже для меня работа Ну, кто-то Кэйбу Подогнал Ребят, которые его Напрягают Теперь надо с ними разобраться Это Блин, а мог Получить инициативу сразу Ладно Давайте повоюем Сначала Эванс ходит Потом я буду ходить Так, что тут у Эванса Просто выстрелить И Булс Ай Конкретно куда-то выстрелить Давайте попробуем 78% в голову А тут 69% А если в тело Мстри процента Ну, давайте попробуем В голову Чет Нажать альт Для лучшей Так, базово У него уклонение Минус 12 Так, конечно Все расписано Так А, это, наверное, сейчас Расстановка идет Так, ну мне кажется Давайте этого сюда поставим Поставим Ну, левт клик Выбрать персонажа А райт клик поставить А этого Сюда За ним Как бы Хотя, может, их наоборот Надо поставить Все-таки У пистолетов Ближе 11 Экшен Давайте я их поменяю, наверное, местами Хотя, почему-то Считается, что Рядом с барной стойкой Можно присесть Ладно, короче Начинаем Так Эванс 78 Так и осталось Ну Кайф Что с ним произошло У него Один ход Он В нокауте Находится Пока Его не трогать Его характеристики Кстати, что за характеристики У чувака У него второй уровень На винтовке Как раз У него на крит Второй уровень есть И на уклонение Второй уровень Так-то по характеристикам Плюс 10 хп И шанс Врага по нему Критом Попасть ниже На 5% А, вот Смотрите Вот что надо было Мне посмотреть Так, давайте я Закончу Вот Ну, это Мои решения Вот здесь Это как-то влияет Контроль Ксенофилия Больше, чем Ксенофобия Ценности Свобода И авторитарность Поровну Нет, вообще Это контроль Сорян Контроль Ценности Больше к традиции Чем к прогрессу Почему-то И Верия Немножко К атеизму Чем К вере Все нейтральное По этим И Репутация Одна Дипломатия Откуда-то Одно Что у нас тут По пистикам Если просто Стрелять А у него нету Оружия А, у меня Вообще Оружия нету 5% 9% Нифига себе Я меткий Друзья А почему Вот это Нет оружия Уже есть Это А что так Низко Оружие Минус А, она Сейчас Все-таки Поближе Должен быть Похоже У него Уклонение 21% Так Ну у меня Выстрел В принципе 4 АП А сколько У меня Сколько У меня Вообще АП Что-то Я 14 Ага Вот Вот Видно Давайте Может Сюда Сбоку Вот Мне Надо было Сюда Ставить И сбоку Заходить Ему Может Этого Убить Только что Камера Не крутится Конечно А может За спину Ему Зайти И выстрелить Спину А вот Показывает Видимо Что Сейчас По мне И себя Пройдет Тут По мне Выстрелит Нет Давайте Проверим Короче Нет Что за Так Седоизм Седоизм Спасибо За Спонсорство И за Поддержку Канала Разве Дробовик Блин Нет Это Дробовик Это Пистолет Не Не Это У меня Два Пистолета Это Пистолет И Это Пистолет Вэпон Скил Пистол Не Не Бентеж Менеек По белорусскому Говорят Аут Френч В смысле Блин Ой Мисклик Произошел Ну Это Тупо Че То Уже 8 АП Требуется Блин А В голову 44 Все Как-то Мало Согласитесь 9 АП Да Господи Да Что Такое Может Из-за Того Что У меня Два Пистолета И Каждый Требует Брак Конечно Кот Моим Блин Я думал Он еще Будет Си Пустал Утела Камера Этот Сам Выстрелил Так Короче С боем С боем Пока Кажется Меня Убивают Так Давайте Я этим Сюда Перейду Сколько У него П16 А сюда Два Да Должно Хватить На выстрел Ну Просто От того Укрыться Блин Перезарядиться Надо Но Все равно Хватает АП 80% Так Икском Выйди Вон Ну Я не знаю Мне этого Очевидно Убьют Ах Хотя Я могу Полечиться Видимо Так А как Мне Полечиться Так Я Полечился Уже И Давайте Бежать Бежать Да Важно Поворачиваться Или нет Мист Мист Так Перезаряжаемся И Головешку 75% Так Так 55% Ну Ну Может Этот Булзай Ну Существует Прицельный Выстрел Ну Ну Минус 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 4 Давайте Короче Булзай Попробуем Сидеть Дальше Просто Оттуда Стрелять 5% 12 А короче Давайте Двойной Выстрелим Все Мимо Ой Блин Я просто Хочу Хотел Добить Его Отлично Давайте Наверное Интересно Мне кажется Шел Отсюда Что Оттуда Будет Одинаково Стреляться Вообще Конечно Бой Типичный Икском Да Пока Тут Э Ты Он Он Пришел Ножом Пырять Покинует Почему Аут Оттуда Френч Интересно Мы Типа В рукопашной Схватке Что ли Сошлись Или Как Это Это Считается Считается Обычный Обычный Выстрел Не Дает 9% Блин Может Мне Реально Все Таки Нужно Было Все Таким Я По-моему Одним Только Одним Пистолетом Можно Стрелять Походу Они Двое А Тут Лучше А Давайте Я Попробую Ножик Взять Этот же Лучший Пистик 10 14 А Этот 9 13 Да Эктивная Дальность 6 Туп 2 Может Типа Две Клетки Тогда Так Обычная Атака И Лавая От У меня Продосилы 15 19 Все 19 Будет 24 По-моему Не хватает Экшен Блин 5 Экшен Ну Вот Вот 4 Экшен Поинт 0 Так Хорошо Перезагружаю Перето Вот Тут Тут Видимо Уже Не хватает Дальность Да 9 Клеток У меня Сейчас Заражет Я уклонился Ничего себе Так Теперь Попробуем Тройное А у меня Экшен Поинтов 8 Да Блин О 41 Ну Ка Есть Еще Три Ап Не Стоим Очень Странно Когда Тебе В затылок Два Раза Из Винтовки Попадают А ты Остаешься Стоять Все Ауч Три Урона Нанес Так Ну а здесь Ты попадешь И на этом Мы закончим Да Вы Прикалывай А че так Мало Блин Ауч Там винтовка Какая Мне кажется Винтовка Означает Что ты должен Издалека Стрелять Ой Какие милые Милые Свечечки Поставили Да Ну тут Конечно Причем Надо Автосейвы Сделать Еще Перед боем Это Вот прям Стопудово А давайте Поры Ягодицы Пороха Или Ему хватает Пороха В ягодице Так Мне тут Надо Было Сюда Очень Странный Какой Ну короче Мне надо Начинать Сразу Битву Во-первых Надо Было Это Было Было Плюс 10 Инициатив Хотя Я и так Впервые Хожу Так Дали Тут По-моему Ничего Интересного Не Сразу Задание Так А ну Давайте Сразу Хранимся Так Давайте Начинают Хорошо Стреляет Издалека Да Может Нам Этого Лучше Сначала Завалить Он Как-то Выглядит По Так Кстати У него Два Атака Попробуем С этого Начать Так Так Этого Да Я потом Забегу Куда-нибудь Туда Забегу Субтитры сделал DimaTorzok 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 давайте сюда спрят да вы прикалываетесь на серьезно мало то что попал так это еще и крит хотя у него полная защита вон нарисована и этот попал охренеть блин надо было перед боем еще ножик в руки взять конечно через стол ну я спрятался за столом макушка наверно торчала неудачно макушку спрятал не ну это прикол что у него вторым оружием 100 лет здесь тут получается просто на удачу по я даже тактически не понимаю как мне тут действовать типа чтобы улучшить свои шансы то я делаю не так как бы вот что я делал не тогда я засеялся перед началом боя вот серьезно вот тактически что я делаю тут не так просто вот объясните а кстати вот тут меняются иконки в зависит от куда я иду то есть у него вот здесь будет ноль защиты да и 22 процента я так понимаю уклонения какого-то у этого тоже тут ноль защиты кстати интересно что в зависимости от того где находишься вот это кстати интересно то что тут защита все таки меняется от приближение и болями то есть тот угол имеет значение то есть вот тут просто без защиты тут все-таки 7 процентов тут 12 тут 16 да я же не сильный ножом я же даже не прокачивал силу а общением тут не решить этот вопрос я так понимаю хотя у меня харизма пусть а давайте попробуем я сейчас проверю может все таки общение какое то есть вероятность мне даже да понятно лёша просто забыл что это age of decadence где реально можно все без битвы решать да да теперь нас двое у него у него у сушки уже я все-таки второго уровня уже вот на вторую эту по тему все-таки ножик возьму вместо этого пистолета что такое шуток из двух пистолетов не получит по ломанный энергетический до лет у меня нету стрелять до я львы у и 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 ножик они пистолет хотя у него пистолет на 6 6 здесь может мне этот как раз мне забрать этот пистолет точность минус 10 у меня что минус 5 урон 10 14 нет я все-таки ничего у него по характеристикам пистолет они а ну и блэйд у него тоже ладно оставлю все-таки пистолет видимо также у вас еще тут котики у него одет одеты такие же да это для винтовки кстати я бы не могут закупиться а есть целом лет прикольно так давайте значит у нас на пистолет и 92 а стопе 60 посмотрел что вроде 10 я слепой ну вот нам надо вот эти селы а насколько она все лишь одна продается за пятьдесят у меня тысячи так есть броня кронный модуль позволяет мертвых возвращать к жизни даже ненадолго апоги продать и они две монеты ну это видимо мне пульки не нужны пока ну давайте попробуем я теперь этот пист и зарядить его серьезно одна сел это один выстрел ну за 50 монет один выстрел за 50 монет да это не очень так ну если еще раз сохранимся ну 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Куда тут выходить надо? Продолжение следует... 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 блин попал все-таки второй промазал есть возможность попал крит так хорошо у меня так мало хим суша меня уже ну с лягушками то не поговорить вообще-то есть процентов кайф 5 процента как это вообще он еще и в ответ все я сдох нет ну я короче практично все через дом ну я думаю что на этом я закончу стрим пока конечно игра довольно сыра вы просто потому что ты нихрена не понимаешь что происходит но я хотя бы ну тут нужен русский язык несомненно для всех вас как минимум лягушки вытяжают интеллектуала да мне кажется может там по городу надо было больше походить что-то насобирать еще поделать но в любом случае я за игрой буду следить потому что age of decadence была хороша буду смотреть спасибо что вы смотрели сейчас этот стрим играйте в умные игры всем пока играли и Продолжение следует...